Последние три года для Ировской ТЭЦ, как и для периодически замерзающих горожан, были самыми напряженными. Котлы выходили из строя, температура в домах и на соцобъектах падала. Станция провела два года с 2019 по 2021 в режиме чрезвычайной ситуации, после в режиме повышенной готовности. Это было связано с тем, что станция находилась в плачевном состоянии. То есть в любой момент могла возникнуть чрезвычайная ситуация, то есть поломка станции. То есть мы как бы были на волоске. Устранять проблемы власти взялись уже после того, как станция перешла из частных рук к муниципалитету. Так весной этого года чиновники заявили о масштабном ремонте. В марте поочередно принялись чинить котлы. Сначала 10-й, затем 7-й, после 9-й. Одновременно отремонтировать их не смогли, так как один из них работал и давал яровчанам горячую воду. На эти работы власти затратили порядка 200 миллионов рублей. На сегодняшний день все они у нас в работоспособном состоянии находятся. Сегодня мы работаем на 9-м котле и 7-й и 10-й котел у нас находятся в резерве. Помимо этого мы также провели за счет краевых средств ремонт теплосетей порядка 1,9 километров. Впрочем, тепло в домах, хотя и до зимних морозов еще далеко, жители уже ощутили. В этом году на подготовку Ярового к зиме правительство региона выделило почти полтора миллиарда рублей. В основном, как замечают городские власти, они ушли на закупку угля. И в этом году его здесь рекордное количество – почти 66 тысяч тонн. А значит, топлива хватит до конца марта. Однако при всех видимых переменах паспорт готовности к отопительному сезону город так и не получил. Ростехнадзором выявлены ряд замечаний, которые сложно устранить без полностью остановки ТЭЦ. То есть есть такие замечания, которые для того, чтобы устранить, нужно остановить полностью ТЭЦ. Но мы не можем этого сделать, потому как от работы ТЭЦ у нас зависят еще и промышленные предприятия, это химические заводы, другие суподрядные у нас организации. И хотя ремонт на станции уже завершен, в следующем году власти планируют увеличивать надежность станции и строить четвертый котел, который будет запасным. В то же время здесь уже работают над появлением новой блочной модульной котельной. Сейчас этот вопрос на стадии сбора нужных документов. Анна Рашагирова, Алексей Фризин. День с толком.